Всем привет! Начинаем свое ленивое утро в Куала-Лумпуре. Довольно быстро у нас получилось заселение. Гораздо удобнее, на самом деле, нам показалось, чем ячейки. Вы подходите, просто называете свою комнату, даете паспорт, и охранник просто записывает журнал у вас, выдает ключи. Это все тоже Айрбен, как и предыдущее наше жилье. Вот мы уже окунулись в бассейн, я обязательно вам тоже его покажу. Он очень комфортный и сам по себе чистенький такой. Конечно, нету, не видно башен Петронос, но могу сказать, смазывает немножко впечатление от башен и от этого вида, когда у вас в бассейне огромное количество людей. Здесь такого нет, но тоже есть вид, вид на мечеть. Мы обязательно ссылочку в описании оставим, как вам эти апартаменты заполучить с хорошей скидкой. Внизу ссылка будет, переходите по ней, 30 долларов вам будет в подарок. И, соответственно, если вам понравится, обязательно бронируйте. Здесь, в принципе, все в пешей доступности. Если вы собираетесь, допустим, на пару дней в Куал-Лумпур затусить, как раз здесь получится. Если вы любите прогуливаться, если нет, здесь граб, я думаю, максимум 3-5 ренгит будет стоить. Прямо рядом с нами, если заметите, как бы начинают распаковываться постепенно лоточки, открываться кафешечки. Голодным не останешься. Ну вот, как и везде закоулочки. Конечно, здесь относительно чисто, я не спорю, там, в некоторых наших городах. Ну, если брать, конечно, так, ближе к вечеру, все уже становится намного грязнее. Это я к тому, что здесь сворачиваешь ссылочки с центральной, как говорят часто про нашу страну. В Питере там или в Москве едешь по центральным улицам, и ты там в чистоте, а про все остальное забывают. Да не только России касается, если попутешествовать, посмотреть, это во всех так странах, в принципе, по крайней мере, Европы и Юго-Восточной Азии, это точно касается, где мы были. Такие лайфхаки вам небольшие. Прежде чем вы куда-то собираетесь, обязательно смотрите не только на там мэп-СМИ, на карты, а еще и на вот эти вот переходики, которые здесь очень удобно расположены. И зачастую они подписаны, то есть, если вы знаете, куда вы идете, желательно, конечно, улицу знать или район, то эти переходы, они, как бы, невзрачно, бывает, стоят. Вот один из огромных таких переходов, которые мы совершали недавно, это между Парксоном и Кэл-Централстой, ЛССИ, короче, между башнями. И он довольно-таки так, не то, что невзрачно, но он незаметно стоял, но очень удобно. В итоге мы прямиком дошли полностью по переходу в жаркий, знойный день, вообще в там самый пик жары. И, соответственно, вообще никак ее не ощутили. Если заметите, я сейчас нахожусь в типа художественном магазине. Если кто знает или разбирается, допустим, такие марки, как вот так вот поближе, Фабье Костел, или, допустим, те же фломастеры Альфа. Блин, реально переплата у нас в стране. Мы читаем, сразу же заходим на сайты в три раза. Допустим, Копико, которое японская компания производит, являются лидерами вообще одними из лучшими в мире. И они здесь стоят со скидкой. Вот мы завели в этом магазине карту, которую нам посоветовали продавцы. Платили за нее 10 ринггит и, соответственно, сразу же ее оправдали, получив скидку почти там в 35 ринггит за нашу большую покупку. Здесь Копико стоит до 18 ринггит, 17.90. В нашей стране минимальная цена за один фломастер 570 рублей. Имею в виду, сейчас сразу сносочку делаю, это наше мнение. Нам кажется, на самом деле, что павильон, который находится в относительно недалеком расстоянии от центральных башен, намного приятнее именно со стороны того, что здесь гораздо меньше людей. Выбор товара, в принципе, тот же самый. Даже, может быть, и чуть больше. Если говорить про будние дни в Куалампур, башнях в этих Петронос, конечно же, тоже уменьшается количество людей. Но не настолько, как в павильоне. Здесь вот можно в будний день вообще реально зайти, спокойно пошопиться, без толп народов. День в Куалампуре, значит, прошел, пролетел, точнее, будет сказать правильно. Нетипичные мы в Куалампуре. Работаем, кушаем, ходим по магазинчикам, если что-то необходимо, ищем что-то недорого. Поэтому таких вот прям у нас бомбических выпусков, как с Лаоса и со Вьетнама, не получается. Во-первых, мы все же больше специализируемся именно со стороны, имею в виду, интересов по природе. И все-таки такие мегаполисы, как Куалампур, Москва, Питер, которые мы в ближайшее время, я тоже думаю, покажем для людей, кто еще, допустим, сомневается, ехать туда или нет. Я надеюсь, мы его покажем с той стороны, с которой мы его видим, и вам очень захочется туда съездить, потому что там не то, что есть, на что посмотреть, а я думаю, даже двухнедельного вашего нон-стопа в этом городе не хватит, и вы захотите по-любому туда вернуться, особенно если это делать в белые ночи. Хотим очень большому количеству людей показать, что путешествия, собственно, сделаны намного интереснее, нежели, допустим, просто купленные где-то за вас, так сказать, сделанные маршруты. Но, опять же, как я и говорил в предыдущих видео, турфирмы, я считаю, что не то, что они должны существовать, я там решаю, но я говорю то, что турфирмы, это все-таки очень удобная версия для тех, кто очень устает на работе, и серьезно нет времени на распланирование, и какие-либо движения очень сложные, потому что там с утра до ночи, там в офисе, допустим, трудиться, и приходить еще разрабатывать план действий на двухнедельные какие-то передвижения, конечно, лучше взять турфирмы, которые за вас все сделают, и перелеты, и, соответственно, экскурсии, и вы не будете запариваться, а просто отдохнете. У нас все маршруты, собственно, созданы, и ни с кем не похожи, переходите на наш канал обязательно, мы будем стараться делать так, чтобы наши видео были более информативные, и более интересные. Мы, как обычно, не успеваем на фонтаны сейчас, чтобы вам показать. Мы уже их видели в прошлом году, но, к сожалению, я так не заснял их, и на канале у нас не было, конечно же, вечернего такого обозрения Куала-Лумпур. Надеюсь, сейчас вам более-менее это все показать поближе. Поющие фонтаны, конечно, не барселонские, далеко, но они тут тоже присутствуют, и тоже люди стараются. Год в год, конечно, не меняют они своей масштабности, могли бы и посерьезнее уже раскинуть, потому что публика здесь собирается просто каждый день на регулярной основе в большом количестве. Субтитры делал DimaTorzok Не буду первооткрывателем, если скажу, конечно, что такие жаркие города и вообще, в принципе, Юго-Восточная Азия вечером становится еще интереснее, и Куала-Лумпур, допустим. Как и любой мегаполис, прикольные всякие разнообразные световые шоу, в том числе и фонтаны, которые мы можем наблюдать сейчас, они еще иногда и поют. Парк, конечно же, сразу пустеет, когда фонтаны начинают свое шоу, все сбегаются к нему, и вы можете прогуляться, если вы не первый раз и у вас не один вечер. Свободно по парку, по-свежему. Днем мы попытались съездить к мечети поближе, она была закрыта, но, в принципе, мы не сильно расстроились, признаемся честно, потому что духотище стояло просто неимоверно, плюс 35, где-то 33, и очень серьезная влажность была. Все те места, которые мы посещаем, будут отмечены на МЭП-СМИ, заходите, ребят, на МЭП-СМИ, скачивайте его, это не реклама, это просто, ну, это для всех путешественников сейчас, современных. Очень нужная штука, потому что мы недавно встретили взрослую пару, которая до сих пор бумажные карты распечатывает, это абсолютно нормально, молодцы вообще, что, в принципе, путешествуют, были очень подготовленными, начитанными, но с бумажной картой. Соответственно, поэтому я и советую, кто не дошел до МЭП-СМИ, оффлайн карта работает адекватно, плюс-минус там километр у него погрешность бывает, погрешность, но до места он нас всегда довозил. Субтитры создавал DimaTorzok